Медики бьют тревогу. Катание на тюбингах с необорудованных горок приводит к серьезным последствиям для здоровья и даже гибели. Только за минувшие выходные сложные травмы получили пятеро детей. Один взрослый погиб. Сегодня появилось еще одно сообщение, что 9 января в Полоцке четвероклассник, скатившись на надувной ватрушке, врезался в дерево и получил травму головы. Тему продолжит Ариадна Гребенюк. В Пинске наконец-таки установилась настоящая зима. Светит солнце, мороз щиплет щеки и самое время отправиться на горки. Горки, пожалуй, любимое развлечение не только у детей, но и у взрослых. Однако подобные стихийные горки в себе таят огромная-огромная опасность. И за выходные, это 6 и 7 января, в стране пострадало 6 человек. Большинство дети. Один случай с летальным исходом. Травм, которые связаны именно с горками, а это высокоэнергетическая травма, пока не наблюдалось. Но у нас в статистику не входит регистрировать такие травмы. Мы регистрируем, как правило, только гололедные травмы. Поэтому за декабрь месяц было зарегистрировано, за весь декабрь, 11 гололедных травм. Трудно сказать, где они произошли, но это именно травмы, которые связаны с гололедом. За январь, за вот эти там 8 дней, которые прошли, было зарегистрировано всего одна гололедная травма. В Пинске при катании на горках никто не пострадал. Это отличная новость. Однако печальные сообщения приходят из разных информагентств. Вот только за минувшие выходные серьезные повреждения получили 5 детей. А в Могилеве погиб мужчина. 24-летний местный житель катался на автомобильной камере с горки и ударился головой. А фонарный столб. Удар оказался смертельным. И это не первая смерть в текущем сезоне. В середине декабря в Минском районе погиб 9-летний мальчик. Еще трое детей в возрасте от 6 до 8 лет получили множественные переломы и травмы, ударившись при спуске с горы от дерева. В ходе проведения проверок по фактам установлено, что все дети катались на тюбинках. Или как их еще называют, ватрушки, бублики или пончики. Это сопряжено с высокими ускорениями, с действием большой силы, с воздействием большой силы на тело. И произойти может всякое. От черепно-мозговых травм до переломов длинных трубчатых костей, до повреждения внутренних органов. Все, что угодно может пройти. Тюбинг – настоящий хит этого сезона. Яркие, легкие, а главное – современные надувные санки можно купить где угодно. В интернет-магазинах представлены ватрушки разных цветов, размеров. Привлекает еще и демократичная цена. Сонечка, скажи, как приспособление твое называется, которым ты катаешься? Матрушка. Матрушка? Да. Не страшно кататься с горки? Ну, первый раз только было страшно, а потом уже ты привыкаешь, и все не страшно. Нравится кататься? Да. Попе не больно? Нет. Нет? Кататься – одно удовольствие, поскольку мчатся ватрушки с горки на большой скорости. Специалисты отмечают, что при спуске с горы тюбинг разгоняется до 100 км в час. Если санками можно хоть как-то управлять, то тюбинг не управляем. Вот и получается, что все эти бублики, пончики и ватрушки – фактически машина без тормозов. Конечно, детей и даже взрослых тянет покататься на горке, но при этом необходимо соблюдать элементарные правила. Что касается катания с горки, то я сам был ребенком, все мы были детьми, и так сказать, и запретить детям кататься с горки, мы этого не сделаем, да и делать этого не надо. Говорят, если хаос предупредить нельзя, то надо его возглавить. Поэтому родителям хочется посоветовать, чтобы они следили, куда идут их дети, чем их дети занимаются и в каких условиях они отдыхают. В том числе и на ту горку, куда они идут, родители должны заниматься профилактической работой. То есть, хотя бы пару раз сходить с ребенком и посмотреть, где он катается. И есть ли риск возникновения вот таких травм. То есть, нет ли рядом каких-то деревьев, каких-то столбов, или домов, или бордюров, или еще чего-то такого, которое на перспективу будет являться риском для здоровья вашего ребенка. Просто вы обеспечиваете технику безопасности своим детям. Вообще, без присмотра страшно. Без присмотра? Сегодня в каждом районе можно найти горку, которая, по сути, не предназначена для катания, поскольку на пути могут находиться препятствия. Фонарь, дерево, бордюр. Отличную горку соорудили настоятели прихожаней храма Петра и Февронии. Оборудовали подъем ступеньками, площадку на спуске огородили решеткой. Однако и эта горка не предназначена для катания на тюбинке. В один голос говорят специалисты – катайтесь только на специально оборудованных трассах. И это, наверное, главное правило, несоблюдение которого чаще всего приводит к печальным последствиям. И если вы все же выбрали для катания трассу неподготовленную, обязательно исследуйте ее на пригодность. Рекомендуемый уклон горы – не более 20 градусов. В противном случае разгон тюбинка будет слишком сильный. Внизу склона должно быть достаточно места для торможения. Не должно быть деревьев, кустов, столбов и других препятствий. В целом и общем тюбинг – это прекрасное зимнее развлечение, если подходить к нему, как говорится, с головой и в шлеме.